Поехали дальше! Ежесармат! Смена культурных парадигм! Здравствуйте, дамы и господа! Как вы думаете, в каком году наступил постмодерн? Ни в каком его нет. Вот ваши версии. Я помню, что мы на одном из ранних стримов на эту тему дискутировали, и в итоге пришли к определенному выводу коллегиально. Давайте напишите ваш вариант. Кто напишет правильный вариант, тот сможет, я не знаю, музыку бесплатно заказать. На стриме. Так, пошли варианты, значит. Я буду смотреть на ютубе и на твиче. Так, что пишут? 1488 год, 1917, 1337, опять 1488, 1968, 1932, 2018, 1945. Так, на твиче пока правильного ответа нету. В основном люди шутят. Давайте посмотрим, что пишут на ютубе. В 18 веке, 2000 год. Так, на ютубе все еще более уныло, чем на твиче. Возвращаемся на твиче. Так, 34, 46, 45, 45, 17, 16, 2001. Вот, Марианна Кис. Марианна Кис написал правильный вариант ответа. 1914 год. Правильно. Ответ правильный. Марианна Кис, сможете ли вы обосновать этот ответ? Почему? Постмодерн. Постмодерн наступил. Интересно, почему в 1914 году наступил постмодерн? Почему модерн, как парадигма, заканчивается в 1914 году и начинается постмодерн? Почему? Вот действительно, люди спрашивают, с чего? С чего бы это? Да. Ну, Первая мировая. Поехали. Но... Как вы это можете обосновать, Марианна Кис? Или вы просто наугад написали? Да. Можете ли вы вывести за базар? Так, пишут Первая мировая, падение Старого миропорядка и культуры. Ну, это на самом деле ответ уклончивый, потому что крупные войны, ну, не мировые, конечно, да, но крупные. Ну, они войны всегда, да, действительно. Ну, то есть, ну, на самом деле, на самом деле, война 1812 года, например, война 1812 года, тоже довольно крупная, большая, всю Европу захватили, могла, блядь, весь Абдуль. Спасибо большое, Анонимус, будем сегодня наслаждаться внуком Елькина, познавать Голубина и Елькина, а пока около интеллектуальной контента. И войны, они были в истории и до этого, когда гибели... Да, довольно крупные, главное, влиятельные. ...большое количество людей. Почему же, всё-таки, именно 14-й год? Что же, что же такого страшного, вот, именно в аспекте... Коммунизм, что ли? ...эспекте. Но коммунизм во многу модернистская позиция. Ну, то есть, ну, бля, если ещё в 1914-м постмодерн бы уже взяли, берёте, ну, это прям охереть. Это очень странно, это прям крайне странно. Культуры, да, в аспекте миропонимания европейского человека произошло именно в 1914-м году. Пишут, она на гуглях. Да. Слышно, да? Или да, да. Спасибо большое, блядь, сука, за 100 рублей, спасибо за прекрасный стих. Я в этом городе, блядь, сука, в городе, блядь, сука, бываю очень редко, блядь, сука, да. Это прекрасное стихотворение по поэзии, настоящая поэзия, я считаю. Да, не факт, кстати, потому что не везде эту информацию можно найти. Ну, в общем, если Марьяна Кис с ответом затруднится, то я смогу сам... Давай, Ежа, давай. ...вопрос, о чем именно 1914-й год, а не какой-то другой. Так, пишут, постмодернизм был употреблён в 1914-м году в работе Панвица «Кризис европейской культуры». Это да, это действительно важный, ключевой... Да, но что непосредственно способствовало этому употреблению? Поехали. Момент, но почему, опять-таки, это как бы указание на эту работу, да, «Кризис европейской культуры», оно, конечно, важно, но оно не отвечает на вопрос, почему это указание, да, почему этот термин, да, впервые был употреблён именно в 1914-м году, а не в какой-то другой год. Почему именно 1914-й год? То, что это именно связано с Первой мировой войной, да, это так, безусловно, но вот почему, почему, как бы, как это обосновать? То есть, вот, началась мировая война, и модерн закончился, почему-то. Вот странно, именно почему именно поначалу судят, поначалу, я не понимаю, именно почему поначалу войны судим. Пишут, скажи уже. Ну, хорошо, я отвечу. В общем, дело в том, что вплоть до начала Первой мировой войны люди, и в частности европейские, европейцы, они были в полной уверенности, что... Ну, кстати, с коммунизмом я там обосрался по датам, но да ладно. Ну, да ладно. Да, да. Далеко не все так считали, ну, по сути. По прочему. Но начало Первой мировой войны показало, что весь свой научно-технический потенциал европейские нации будут использовать не во благо самим себе и другим людям, а во вред для того, чтобы строить страшные, чудовищные орудия убийства других людей, да, то есть пулеметы, бомбы, танки, отравляющие газы. И таким образом модерн, как культурная парадигма, верящая в то, что... Ну, в основе которой лежала идея, что завтра будет лучше, чем вчера, потому что развивается наука, развивается промышленность. Так, блядь, ребят, у нас 90% людей сейчас находятся в этой культурной парадигме. Спек Брион пишет, да, никогда такого не было, чтобы научный потенциал использовался в войне. Я тоже, на самом деле, не понимаю этой фишки, но... Европейские дегенераты внезапно такие, вау, ничего себе, можно использовать в войне все это. Ну, 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 ничего себе, кто мог подумать-то? До этого тоже не использовалось, видимо, ни разу. Странно, 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 странно. И, более того, очень странно, если мы говорим о смене культурных парадигм, было бы неплохо, если бы эту самую смену, так или иначе, так или иначе, осуществила большая часть общества, а не меньшая. Ну, то есть, довольно странно, получается, что парадигму, парадигму не сменили почти все люди, которые так или иначе научатся в школах, там, уважают науку. Те люди, которые сейчас смотрят фантастику научную и верят в то, что, да, развитие науки приведет к счастью, к прогрессу. Этих людей большинство в мире сейчас. О какой смене культурных парадигм речь может идти? Я честно, я не понимаю. Мышленность, вот эта вера, она была уничтожена, да? А, вот. Она не была уничтожена. В этом проблема. Никогда за всю историю эта вера таким образом, ну, не процветала, как сейчас. То есть, блин, мы сейчас живем в эпоху, когда реально большинство, большинство человек верят в то, что развитие науки принесет нам неоспоримый успех. И даже ядерное оружие, вообще любое другое оружие, это хорошие, практически такие средства тоже вполне так себе. Почему бы и нет? Мариан Акис пишет, что я хотел написать, что социалисты и утописты обосрались с идеей прогресса. Именно так, именно так. В основе культурной парадигмы модерна лежала идея. Ну, не только социалисты и утописты. Идея прогресса. И вот в 1914 году... Так идея прогресса до сих пор есть. Что за херня? В году стало понятно, что вот эта идея прогресса, вследствие поступательного развития науки и техники, эта идея не очевидна. Потому что весь свой научно-технический потенциал мы можем использовать для того, чтобы создать инструменты массового истребления. И таким образом вообще европейские нации могут уничтожить друг друга и весь мир в некой глобальной бойне. И таким образом парадигма модерна себя исчерпала. Вера в светлое будущее, да, она была, значит, потеряна. И начался постмодерн. Что такое парадигма модерна? Опять же, я не понимаю. Это вера в технику, вера в то, что техническое оснащение так или иначе поможет нам. А тогда как отличить премодерн от модерна? Потому что, ну... С чего мы вообще начинаем этот самый модерн, мне в принципе непонятно. С понятия прогресса дано. Да ну, серьезно, с понятия прогресса может быть. Понятие прогресса может быть сокрыто уже, не знаю, в текстах и Роджера Бэкона, и Фрэнсиса Бэкона. Но чтобы оно активно прям продвигалось? Нет. Нет, 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 нет. То есть понятие прогресса уже, не знаю, вроде бы даже к концу 18 века только начинает свое становление. То есть тут непонятен переход от чего, от чего. Да, про премодерн Дугин объяснял, но там опять же тоже полная херня была, абсолютная, тотальная. И прежде всего это вот это вот наступление, постепенное наступление постмодерна, оно... Ну так расчет был изобретение массового оружия на то, что оно будет столь страшно, что все засут его юзать. Это еще вроде Нобель сказал. И отчасти это сработало с ядерной пугалкой. Да, отчасти так и сработало с ядерным оружием, я согласен. Ну то есть, в принципе, в принципе, огромное количество людей, так скажем, до сих пор, до сих пор живут, получается, в культурной парадигме модерна. А тогда как мы можем говорить о смене культурных парадигмах? Какой смене идет речь? Кто сменил? Некоторые, там, не знаю, интеллектуалы? Да ну. И что? И что с этого? Начало проявляться в появлении новых идеологий, появлении новых направлений искусства, да, в определенном целом серьезном комплексе культурных экспериментов, да, появлении, там, дадаизма, футуризма. И, ну, они могли даже возникнуть отдельные течения, там, революционные в искусстве и до 1914 года, но уже впоследствии, в силу, значит, завершения парадигмы модерна и утраты веры в прогресс, вот, происходит. Как парадигма модерна могла завершиться, если мы берем, в данном случае, этот аспект, аспект военный, аспект того, что, ну, аспект прогресса. Люди разочаровались в прогрессе? Выйдите, блядь, на улицу, просто, блядь, на улицу выйдите, спросите, вы верите в прогресс? Тебе скажут, ты что, дурак, что ли, прогресс-то есть? Посмотри, наука что делает. У нас тут, не знаю, у нас миллиарды долбоебов в чате пишут, ты чё, Адов, наука, прогресс, практика, всё работает, всё так классно, всё так круто. Максим спрашивает, кто сейчас искренне верит в неизбежность наступления светлого мира вечного полудня? Ну, вот про вечного полудня не знаю, но в наступление искренне хорошего мира, который наука сделает. Верят многие, многие. Многие верят в то, что именно только благодаря науке мы сможем построить лучший технический мир, в котором всё будет хорошо и замечательно. Огромное количество людей, и это не исключение. Ну, то есть, это исключение те, кто не верят в это, понимаете, в чём дело, Максим? В то, что это неизбежно наступит, неизбежно наступит, ну, сложновато, сложновато, сложновато. На улице скажут, что всё в пизду катится с экологией. Это, кстати, фиксирует наука, и наука является средством для исправления экологии. С демографией то же самое. И так далее, и так далее, и так далее. Пулемёты, ядерки, это как бы всё такое. Ну, то есть, Максим, понимаете, в чём проблема? В чём проблема заключается? Вот эта самая наука, она всё как бы говорит, да мы всё исправим, всё будет хорошо, всё будет классно, ребят. Всё, не бойтесь. Слушайте учёных, и всё будет круто. В чём глобальное потепление? А вы учёных слушайте, и всё будет хорошо. Не верите учёным? Плохо, плохо. Плохо, что не верите. Понимаете, друзья? Да, я, может быть, соглашусь отчасти с тем, что появились группы людей, которые так или иначе начали выступать против прогресса и сомневаться в прогрессе. То есть, скорее всего, к концу 19 века таких персонажей было значительно меньше. А уже в начале 20 века, и тем более уже после Второй мировой войны, мы сталкиваемся с очевидным следствием. Мы, короче, уже видим, что не такое большое количество людей верит в то, что наука сможет принести нам неоспоримое преимущество. Но этих людей всё равно меньшинство. Иначе наука бы в школу не попала. Иначе бы мы науками не так яростно бы и яро не занимались. И так бы им не поклонялись, по сути. Не, ну, ребят, ну, реально колоссальное количество людей у нас в чате. Каждый второй, кто проходит через мой чат, каждый, не знаю, даже не каждый второй, каждый первый, каждый первый, кто у меня в чате появляется и потом уходит, это какой-нибудь сиентист грёбаный, который верит в то, что наука это классно. И даже если этот грёбаный сиентист не верит в то, что наука гарантирует познание мира, он верит в то, что наука полезна, крута, замечательна и она нам поможет. Да никто уже так не говорит, так многие уже, так-то многие уже говорят, что точка невозврата пройдена. Даже супер сиентист Дробуш считает, что сейчас живём на пике человечества, лучше уже не будет. Да, ну серьёзно. Ребят, я вам просто пытаюсь доказать, что всё сложно. Есть такие люди, которые, в принципе, мы можем описать как представителей этой самой абстрактной культуры модерна. Мы можем описать многих людей с помощью такой вот абстрактной культуры постмодерна, но они все вместе существуют сейчас и всё это нормально. В принципе, на мнение отдельного Дробышевского нам здесь просто насрать. Может быть, Дробышевский, не знаю, переиграл Фолыч и верит в постапокалипсис, я не знаю, и потом возрождение зверюшек каких-нибудь. То есть, ну опять же, ребят, опять же, ребят, здесь нужно учитывать частные какие-то мотивы, частные мысли, идеи, которые так или иначе проходят через того или иного человека. Но на моём пути, на моём пути, не знаю, среди известных авторов, среди известных учёных я чаще встречаю людей, которые наивно верят в такую, получается, модернистическую парадигму даже сейчас. Не то, что в 1914 году, ёу, нет, нет, не в 1914 году, когда ещё многие люди даже читать-то не умели толком, чтобы принадлежать какой-то парадигме культурной. Видит уже, значит, популяризация вот этих новых, новых течений искусства, которые представляли собой нечто революционное, некий такой авангард. Вот, ну в частности, русский авангард в 20-е годы, да, там Кандинский и так далее. Вот, ну в России, в России это... Хмм, Кандинский. Сейчас Кандинского загуглим, когда он жил. 1800, да, 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 по годам получается приблизительно так. Малевич, когда жил, сейчас тоже нужно бы так или иначе коснуться Малевича. Так, Малевич, 1935. Ну слушайте, 1935. Ну, большую часть времени он творил, получается, ну, до модерна, до постмодерна. У нас большинство ученых выкидыши совка, которых как раз не постмодерн ни разу по озвученной классификации. А Докинс, он выкидыш совка или не выкидыш? Хокинг, там, выкидыш совка или не выкидыш? Сэм Харрис какой-нибудь. И многие-многие-многие популярные современные атеисты-сиентисты. Это выкидыши совка, мне просто, опять же, интересно, или не выкидыши? И если они являются исключениями, и большинство ученых, в принципе, не верят в науку и в ее будущие практические достижения, во-первых, нахуя они этой наукой занимаются, во-вторых, нахуя они ее пропагандируют, и в-третьих... Сейчас, в-третьих я уже не знаю, не придумал, что в-третьих. Зачем? Зачем все это, короче, Максим, зачем все это тогда? И почему тогда они выдвигают на первый план те персоны, которые, в принципе, наивно верят в науку? Есть еще огромное количество научных фантастов, которые, наоборот, думают, что, ну вот, будущее прекрасно. Наука построит нам будущее, в космос будем летать, ракеты у нас там будут прекрасные, там, на Марсе жить будем, и так далее, и так далее, и так далее. Илон Маск, например, тоже из ниоткуда, видимо, взялся, да, это тоже, наверное, из Совка парень появился, приехал из Совка к нам Илон Маск. И вот такой чувак из эпохи модерна, получается, прилетел из ниоткуда, и давай, и давай строить ракеты, давай направлять нас на Марс, давай роботов строить чипы. Не, ну просто я серьезно, я не знаю. Как минимум, как минимум, я не соглашусь с тем, что парадигмы сменились настолько, что от другой парадигмы ничего не осталось. И вы своими тейками, у нас большинство ученых, выкидыш из Совка, это подтверждаете, то есть парадигма модерна все еще существует. Если мы делим это на эти абстрактные парадигмы, хотя это глупо, на мой взгляд. Более того, если мы вернемся немножко в прошлое, мы, скорее всего, обнарушим колоссальное количество, ну колоссальное относительно большое количество людей, которые не верили в силы науки. Вот как-то так получится все равно. Продолжаем. Конечно, вот эта вот смена культурных парадигм России, она засталась некоторым опозданием, потому что у нас, наоборот, все годы советской власти мы находились. Которых я встречал, в смысле которых я читал, с которыми я знакомился, с чьими текстами, которых я лично встречал в том числе, конечно, Максим. Тут все как бы сложно. Моя цель, как раз, наоборот, не показать, что что-то очень просто. Наоборот, все слишком сложно, чтобы описывать это такими терминами. ...под властью парадигмы модерна... ...которые, по сути, ничего не говорят. ...то есть опять... Что такое власть парадигмы модерна? Что это вообще такое? Какая власть? У нее власть своя есть? Может быть, это бог какой-нибудь, субъект, субстрат? Я не знаю, где оно, где находится эта парадигма модерна? ...вера в прогресс, вера в то, что мы можем построить идеальное коммунистическое общество, и поэтому окончательно... Да-да-да, вера в идеальное коммунистическое общество. Давайте сейчас по прогрессу пройдемся. Прогресс сейчас довольно модная, модная, модная категория вообще, в принципе. Так. Сейчас, ребят, давайте найдем, 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 найдем. Ну, смотрите, у нас, у нас идея о том, что человечество развивается по пути все большего политического, социального прогресса, появляется в эпоху просвещения. Но здесь речь не только о политическом и социальном должна идти. Речь о техническом прогрессе нас куда больше интересует. И когда мы говорим о техническом прогрессе, в том числе техническом, нас больше всего интересуют работы Кандарсе. 1794 год. Ну, вы должны понимать, что это, ну, довольно-таки, ну, и самый, не самый ранний мыслитель получается. Конечно же, довольно ранний, но далеко не самый ранний. Короче, уже новое время, и модерн уже разогнался. Идея, идея прогрессии в великом, они все еще развиваются, понимаете? То есть, так или иначе, модернизм с его наукой бегут вперед, бегут вперед. А нормальное понятие прогресса, как основной критерий, как основная категория различия модерна и постмодерна, в данном случае у Ежи Сармата, вот она еще не сформировалась по полной мере. И что ж потом? Что ж потом? У нас, короче, получается премодерн, премодерн, который, получается, ну, средневековье все берет. И все, что было раньше, да, получается, средневековье и раньше. Это тысячи лет премодерна, сотни лет модерна, сотни лет модерна, сотни лет модерна, притом 200 лет из этих сотен, это пять сотен где-то там, четыре сотни лет. И две сотни лет из них, они как бы просто идут нахер. То есть, опять же, потому что понятие... Ну, потому что понятие именно вот этого самого прогресса долго-долго формировалось. Как раз эти два века, как, не странно. Интересно, интересно, интересно. И, соответственно, поскольку оно долго формировалось, большинство представителей интеллектуальных этого самого нового времени, эти пару веков, не могли быть представителями, ну, не могли верить в этот самый прогресс. Что ты хочешь сказать, пишет Максим? Что элементы предыдущих и будущих парадигм встречаются в соседних? Я хочу сказать, что никаких ебаных парадигм нет. А если мы будем подходить к описанию этих самых парадигм, как будто бы они есть, то окажется, что 80 или 70 процентов этой самой культурной парадигмы постмодерна занимает модернизм в чистом виде, в самом развитом, в самом радикальном, какой только когда-либо был во всю историю человечества. Более того, если мы посмотрим на эпоху модернизма, мы обнаружим, что там дохера премодернизма, тоже, наверное, очень много, колоссально много, да и тенденций к отрицанию модерна тоже хватало. Вот 19-й век, вот вам по горло просто взяли и запихнули вам по горло огромное количество антимодерна. Опять же, если мы определяем модерн таким образом, каким он определяется, какие-то странные эти культурные парадигмы, которые на самом деле ничего не значат, и которые на самом деле не говорят о том, как устроено общество, ничего не говорят совсем. Окончательно в Россию постмодерн все-таки пришел как раз в 91-м году, когда все рухнуло, и все старые вот эти вот представления, базировавшиеся на таком модернизме и на вере в светлое будущее, все это прекратилось. Осминоги. И я думаю, что именно вот с этим процессом такого запоздалого прихода постмодерна в Россию... Ну, кстати, очень круто, знаете что? Что мы вчера разбирали Дугин, или позавчера, я уже не помню, мы разбирали, ну, ретарха понятно, с ретархой все слишком просто, Дугин делал акцент на различия премодерна и модерна, и вот этот аспект мы неплохо так проговорили. А потом мы сейчас проговариваем аспект как раз перехода от модерна к постмодерну. Я не вижу, опять же, я не вижу ни перехода от премодерна к модерну, я не вижу перехода от модерна к постмодерну вообще ни в каких видах, это очень странно. Ник Айру спрашивает, кстати, вопрос не по теме, интересно было бы узнать от тебя, как относится к концепту логических ошибок, каков их антологический статус. Антологический статус в классической логической системе. Антологический статус довольно трудно здесь применять, слово, но логические ошибки, смотря о каких речь идет. Если мы говорим о логических законах и нарушении этих логических законов, в данном случае просто будет речь идти о том, насколько ваши логические законы... Ну, короче, логические законы являются базисом для логики. Если мы убираем логические законы, логика не работает, короче. И на базе логических законов работает сама логическая система. Если вы стремитесь излагать свои мысли логически, ну, вам лучше следовать за этими законами. Бывает нарушение этих законов и является не по сути логической ошибкой, в прямом смысле формальной логической ошибкой. Когда речь идет о неформальных логических ошибках, это уже во многом риторические ошибки, риторические какие-то там приемы, которые так или иначе вас помогают вам что-то доказать там перед лицом толпы, а толпа может не осознавать, правильно ли вы пользуетесь этими положениями или неправильно. Опять же, смотрите, Эд Хоминем, Эд Хоминем, там не знаю, типа мы спорим с вами, и вдруг я говорю, ну Ник Кайру, Кайрус, вы же на самом деле убийца. Да, и все, и все, как будто бы я все ваши аргументы опровергнул, но это ни в коем случае не логическая ошибка даже. Здесь логики никакой нет, понимаете, в том, что я обвинил вас в том, что вы убийца, например, и в этом нет никакой логики. И ошибки здесь, соответственно, тоже нет. Но риторически это очень неприятный прием получается, неприятный. И люди такие, о господи, он убийца, наверное, какую-то ерунду несет, пытаются оправдать свои взгляды, убийца. Как-то так. Так, логические ошибки во многом, именно неформальные логические ошибки, в большинстве своем носят риторический характер. И опровергаются таким же риторическим способом, как ни странно. То есть это риторика против риторики. Значит, власть и сласть, он именно с этим связывает появление некого метамодерна в России. Но дело в том, что события России 1991 года, они не имели такого, скажем так, всемирного, не являлись событиями всемирного масштаба, как события 2014 года, которые затронули всю европейскую цивилизацию. Ну, опять же, начнем с европейской цивилизации. Если они затронули европейскую цивилизацию, не значит, что они затронули весь мир. Ну да ладно. То есть, 1991 год это крах России, да, российского проекта, да, проекта российского социализма. Но это не какой-то всемирно-исторический крах. Потому что на Западе коммунистическая идеология к моменту краха Советского Союза, она уже мутировала, да. То есть она не стала заимствовать там какие-то алгоритмы советского сусловского марксизма, марксизма сусловского извода. Не, ну просто, понимаете, в чем дело? В чем дело? Обычно, если против вас применяется эдхоминем какой-то, ну, вы можете либо обратить спокойно на это внимание, либо сказать, мол, да ну, сам ты мудак. Обратите внимание, ну вы используете против меня эдхоминем, и на самом деле я не убийца, или там, ну или не важно. Ну, допустим, да, я убийца, но это не значит, что я излагаю неверные аргументы. И чаще всего этого хватает, чтобы так или иначе заловнить оппонента в данном случае. Ну, логические ошибки, они очень такие вот именно формальные логические ошибки, они очень легко овнятся просто, в принципе, в принципе. И с ними очень легко непосредственно работать, поэтому я не знаю, что люди на них так гонят. Иногда они уместны, например. Ну, к примеру, беседуем мы с вами о философии внезапно, у нас какие-то дебаты. И внезапно, ну, я понимаю, что мой оппонент не имеет никаких знаний о философии. Как, каким образом я попытаюсь доказать это? Я скажу, уважаемый, вы не являетесь философом, у вас нет философского образования, вы довольно-таки, ну, посредственно владеете материалом. Самый короткий способ перед толпой показать, что ваш оппонент не является специалистом в данной области. Толпе это понравится, скорее всего. Они такие, ну да, он не имеет, значит, наверное, он здесь не специализируется. И этого, в принципе, порой, этого часто бывает достаточно. Разбирать, почему он не прав, это, ну, почему человек не прав, можно разбирать там часами, допустим. А вместо этого можно так коротенько намекнуть народу, что, ну, вот он не специалист, давайте-ка, как бы, вот эти суждения про философию, которую он говорит, будучи каким-нибудь там, допустим, биологом, математиком, не знаю, физиогономистом, кем угодно. Пусть, как бы, вот мы будем к ним немножко вот так вот сдержанно относиться, давайте, потому что, ну, наверное, фигня какая-то. А западные философы, они породили свой марксизм, да, то есть, так называемый неавторитарный марксизм. Или, например, дальнейшее развитие, там, революционной идеологии, появление франкфуртской школы, появление работы Георнест Дебора, общества спектакля и, в общем, других каких-то, да, вариантов развития марксистской мысли. То есть, вот этот вот крах советской системы, он не похоронил идеологию коммунизма. Идеология коммунизма, она никуда не делась. И призрак коммунизма, он как, собственно, бродил по Европе сто лет назад, он так и продолжает бродить по современной Европе, культурно обогащая женщин и детей. Но только теперь это уже не классический марксизм, а марксизм культурный. Бэт Монополо пишет, я бы сказал, что в идеалах модерна в 14-м году разочаровались и продолжили разочаровываться вплоть до Второй мировой войны. Какие идеалы модерна? Опять же, модерн очень многогранен и многообразен, если мы выделяем его как культурную эпоху. Он неоднозначен, так же, как и постмодерн, так же, как и премодерн, они все неоднозначны. И это после Второй мировой началась реализация постмодерна. Но все-таки... Эти культурные парадигмы не потрогать, опять же, понимаете, их пальцами не потрогать, ручками там, не знаю, не понюхать их. И в итоге мы сталкиваемся с проблемой, что эти самые парадигмы существуют только в нашей фантазии. Мы их воображаем. И когда мы в реальности начинаем разговаривать с людьми непосредственно, внезапно оказывается, что перед нами какой-то там, не знаю, человек, которого не описать вот этой вот, не знаю, троичным разделением премодерн, модерн, постмодерн. Перед нами, оказывается, сложное существо. И так почти всегда. Так почти всегда. Эти абстрактные парадигмы, они как-то, как-то, как-то странно выглядят. Какая отправная точка, это именно... Да не, Карлик не обосрался в данном случае. Карлик просто пересказывает информацию из каких-нибудь современных учебников по культурологии. Очень банальная информация в данном случае, на мой взгляд, крайне неподтвержденная, базирующаяся в основном на фантазии исследователей. 14-й год, потому что, во-первых, в 14-м году началась Первая мировая война, во-вторых, вот, собственно, термин постмодерн был впервые употреблен именно в контексте анализа кризиса европейской культуры, именно в 1914 году. Охуенно! Охуенно! Впервые термин постмодерн был употреблен в 1914 году, и с 1914 года постмодерн начинается. Вот так сразу! Вот так сразу весь мир, там, не знаю, вся Европа, все там интеллектуалы Европы внезапно изменили свои установки. Вот такие они, потрясающе изменчивые люди. Нет, тут как раз школьная информация, школьная в том смысле, что она общедоступна и общеизвестна в целом. То есть, это не какие-то оригинальные рассуждения Ежи Сармат, это то же самое, о чем говорила Ритартха, это то же самое, о чем говорит Дугин, это то же самое, о чем говорит сейчас Ежи Сармат. То есть, это очень тривиальная информация в данном случае, но от того, что она тривиальная и от того, что ее разделяют многочисленные исследователи-культурологи, это еще не значит, что она хоть в какой-то степени может претендовать на истинность или хотя бы на качественное описание тех явлений, за которые она берется. Ну, на самом деле, можно копать намного глубже и сказать о том, что классика и мир традиции базируются на идее золотого века. То есть, некого времени, когда боги были среди нас, и когда не было разделения. Боги сейчас среди нас. Я на прошлое, настоящее будущее, когда не было смерти, когда все было идеально и хорошо. И вот чем дальше мы отходим от этого времени, чем дальше вперед мы удаляемся от этого гипотетического золотого века, вот этой жизни в Эдеме или Сатья-Юге, тем, соответственно, хуже все становится. То есть, в конечном итоге завтра будет хуже, чем вчера, и в конечном итоге все придет к Каль-Юге, к краху мироздания. То есть, на этом была основана вот эта идея, был основан мир традиции и мир классики. Культурологи такие, ну, я бы не сказал, что они ебанаты в этом смысле. Они, на самом деле, ну, что-то пытаются сделать, работают с культурами, как-то что-то там пытаются их обозначать, с ними работать. Ну, бля, ну, бля, ну, в данном случае-то, ну, мне-то лично ничто не мешает выражать сомнения в их позициях, причем довольно простое. Здесь не нужно каких-то сложностей даже допускать. То есть, абсолютно очевидно, что разделение на три части премодерн, модерн, постмодерн является притянутым довольно за уши и довольно просто опровергается обычным выходом из дома, разговором с интеллектуалами и вообще с обычными людьми. Мы столкнемся с тем, что никакой чистой культуры постмодерна нет. Модерн тоже. Все настолько неоднозначно, что, ну, вот даже, наверное, сейчас большинство людей это постмодернисты, к сожалению. Ой, наоборот, модернисты. Большинство людей сейчас чистейшие модернисты. Поэтому классика это всегда апелляция вот к чему-то, чтобы... Даже, даже если они там кричат, там, постмодерн, мы такие постмодернисты, постерония, там, ууу, блядь, я так круто шучу. Даже если они так говорят, чаще всего у них в сознании превалируют модернистические взгляды. Типа, ну, не, ну наука-то заебись, наука-то заебись, медицина заебись, понимаете? Ведь люди же не ходят, понимаете, ну, к гадалкам там каким-нибудь или к каким-нибудь новым целительницам современным каким-нибудь, не связанным с наукой, и которые там в жопу фалос вставляют им, прокручивать несколько раз и говорят, все, вы здоровы. Вот это была бы постмодернистическая медицина. Нет, почему-то мы пользуемся модернистической медициной. А почему-то, ну, мы же не заставляем, не знаю, инженеров делать какую-нибудь херню по типу колес катающихся, а внутри мы в них садимся, они потом еще разбиваются в 90% случаев. Нет, мы не делаем какие-то постмодернистические технологии, не надеемся на них, почему-то мы делаем технологии по типу модерна, опять же, опять же, техническое развитие нас устраивает вполне так себе. Я серьезно, я не понимаю, как это работает. По-моему, современная эпоха настолько модернистична, насколько, ну, просто можно себе представить. Было раньше, да. И тревожное ожидание завтрашнего дня, там, страшного суда и какой-то вообще космологической катастрофы. Вот модерн принципиальным образом отличается от парадигмы премодерна тем, что модерн, наоборот, через веру в науку, через веру в технику, модерн говорит о том, что завтра будет лучше, чем вчера. Ну, в плане культуры постмодерна, ну, хер его знает, что там в плане культуры. Просто, опять же, у нас среди писателей колоссальное количество людей, которые так или иначе пишут очень похоже на модернистов. Вот-вот вообще, тупо модернистической литературы, никакой разницы не найдете. Потому что жизнь предков, она была менее комфортна. Они копались в грязи. И, кстати... Но, напоминаю, что тот же Васил говорит о христианской парадигме не как о парадигме золотого века. Но, напоминаю, я, в принципе, с ним, может быть, отчасти здесь согласен. Трактовать христианство как парадигму золотого века я бы не стал. Христиане, наоборот, стремятся к счастливому, потрясающему будущему в новом мире. Эдем, рай, там все круто будет. Мертвые воскреснут, души опять вернутся в тела, и все будет охеренно. Охеренно. Так, смотрите. Максим пишет. Так-то сейчас и правда в медицине очень много народу верит в гомеопатию, традиционную медицину, астрологию. И в монадеро. В совке такого, как я понимаю, не было. Так, Максим, такое было всегда, везде. Такое, наверное, и будет всегда и везде. Понимаете, в чем дело? И тем более в новое время такого было еще больше в процентном соотношении. Просто потому, что магов было больше, мистиков было больше, и алхимиков было больше. Максим! Максим, тогда алхимией можно было заниматься и считаться одним из самых крутых людей в городе в своем. Потому что, ну, вы занимаетесь магией, там, не знаю, смешиваете какие-то вещества волшебные, крутые. Людям помогаете, лечите людей. То есть, ну, фактически, фактически, нет. Фактически, нет. Ну, да, да, людей много, но в процентном соотношении, но это все равно, ну, не так уж и много, не так уж и много. Люди больше верят врачам, чем гомеопатии. И они верят гомеопатам настолько, гомеопатии настолько, насколько они думают, что эта гомеопатия является наукой. И то же самое с традиционной медициной. Понимаете, в чем дело? Чем больше люди уверяются в том, что вот та или иная вещь является наукой, тем больше они в это верят. Они берут какую-нибудь книжку с традиционной медициной, там, читают, надо на анус себе положить, там, не знаю, листик бумаги, там, не знаю. Потом залить его водой, потом положить подорожник, и тогда геморрой, например, зарастет. Они думают, что это научно доказано, они думают, что это наука. Это научное средство лечения. И все врачи, они думают, так и советуют поступать обычно. Они думают, что это в том числе медицина настоящая. То есть, блин. В наши дни, любой медицине, там, любой практике, любой даже теории приходится доказывать, что она научная. И вообще, в принципе, отчитываться перед наукой. Просто вот, просто потому что. Просто потому что, мудаки ученые, если им не понравится, начнут говорить, да это шарлатан и все. Они чепуху несут, они идиоты полные. Знаете, люди, не слушайте их, гомеопатия не работает. Со всех сторон будет звучать, астрология не работает. Со всех сторон, со всех миллионов каналов научпоперов будут кричать, не работает все это, ребят. А все будут доказывать. Да, да, будут они доказывать. Ходить там, не знаю, на передачу битвы экстрасенсов. Будут пытаться доказывать каким-то там миллиардерам, которые устраивают конкурсы для экстрасенсов, что они реальные экстрасенсы. По науке будут доказывать. Блядь, когда такое за всю историю было? Это, блядь, апофеоз. Это кульминация модернизма, которая вообще только возможна, что маги, ебаные маги будут приходить к ученым и пытаться им доказывать, что у них есть магические способности. Бам! Просто! Ну, то есть, ну, я здесь просто не представляю большего модернизма, который, ну, тут вообще странно. Вот еще одна ключевая вещь для перехода мира премодерна в вселенную модерна – это появление теории эволюции Дарвина. Потому что Дарвин, он, собственно, не оставляет места для веры в золотой век, там, не знаю, в идеальных мудрых предков. Потому что он говорит о том, что была биологическая эволюция. И наши предки, они не были какими-то, значит, мудрецами, такими седобородыми мудрыми, которые где-то на облаках летали. Наши предки были бактериями, да. Вот. Они были вот... Нет, доказательства в данном случае не являются чем-то плохим, мы просто показываем, что что-то тут не так с этими культурными парадигмами в целом. Действительно, каким-то прахом земным, да. И потом уже там через абиогенез, через эволюцию, через естественный отбор наши предки постепенно эволюционировали. Сначала в животных, потом вот в людях. Проблема заключается в том, что, опять же, ну, все хорошее нас ждет впереди. Это тоже христианская парадигма во многом. Но в христианстве это тоже заложено, как ни странно. То есть вот чисто такая модернистская теория. И концепция Дарвина, она вообще красочнее всего, иллюстрирует именно вот вселенную представлений модерна. И поэтому, если эволюция будет идти дальше, если наше развитие науки и техники будет идти дальше, то наша жизнь будет все более счастливой. У нас будет и интернет, и машины, и ракеты, и самолеты. И все будет очень хорошо и прекрасно. То есть если в рамках парадигмы премодерна превалировало представление, что завтра будет хуже, чем вчера, потому что мы все дальше и дальше отдаляемся от гипотетического золотого века, то человек модерна, он был убежден, что завтра будет лучше, чем вчера, потому что мы не будем больше жить в избах с земляными полами, а мы будем жить в комфортных домах, где полы... Мы живем. Блядь, ну мы живем, да, и заебись. Это лучше землянки, я согласен, мне нравится. Может, я модернист? Ну, Максим, тут много сложностей с трактовкой христианства относительно золотого времени, там все неоднозначно просто получится. У них вначале был... Ну, это не золотой век даже, понимаете, потому что там не было большого количества людей, там были Адам и Ева. Потом их изгнали. И после этого началась херня просто. То есть, опять же... Обычно концепция золотого века во всех культурах, если она там или так или иначе проявляется, она подразумевает несколько ступеней ухудшения. То есть, у нас сначала идет там Сатья-юга, потом там Два-Пара-юга, потом в конце уже в самом Кали-юга. Или как это было у Гесиода. Сначала золотой век, потом серебряный век, и потом бронзовый век. То есть, постепенно так оп-оп-оп, становится все хуже и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Люди мельчают постепенно. Да, концепция золотого века, она местами где-то существовала. Но. 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 В христианстве, в христианстве, в Эдем произойдет возвращение, так или иначе. Максим пишет, кстати, а зачем Бог людей два раза в бытии создал? Я-то откуда знаю? Я-то здесь причем, я не Бог. Я не тот Бог, который создавал. Вы будут с подогревом, например, да? Ну, вот, кстати, вот этот вот культ полов с подогревом для России, это важный момент, потому что до этого предки жили в избах с земляными полами, и поэтому зимой, наверное, пол был очень холодный. Наверное, какая-то родовая память осталась об этих временах. Вот. А, соответственно, когда уже модерн переходит в постмодерн, то с одной стороны исчезает вера в то, что завтра будет лучше, чем вчера, потому что технику и науку, как выясняется, можно использовать не во благо, а во зло. Ничего себе, как оказывается-то! А? 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 Вот это да! И с другой стороны, вера в золотой век, ее также нету, да? Потому что, в общем, нет уверенности, что раньше было лучше, на самом деле, да? То есть постмодерн – это такая безнадега, это культурная депрессия, по сути. И, кстати, один из важных таких постмодернистских циклов фильмов... У большинства людей просто нету от этого депрессии, к сожалению, или к счастью, не знаю. У интеллигенции... Может быть, у интеллигенции, да. То есть, опять же, с интеллигенцией, наверное, да, чем не да. Вот. У интеллигенции мы, скорее, как так или иначе, это все-таки, да, фиксируем по большей части. Притом, именно у гуманитарной интеллигенции. У гуманитарной интеллигенции... Окей, я бы даже согласился, я здесь даже подпишусь немножко. Мамочка интеллигенция, действительно, у нее произошел вот такой вот кризис, она не верит, там у нее все нехорошо. Когда мы говорим про техническую интеллигенцию, или, там, естественно, научную, или точную интеллигенцию, интеллигенцию точных наук, мы сталкиваемся с такой проблемой, что эти самые люди, они, да не то чтобы очень сильно разочаровались в общей своей массе. Многие да, но далеко не все, далеко не все. У них в этом смысле все не так однозначно. А если мы на уровень обывателей спустимся, уууу, там начнется и премодерн, и постмодерн, и, не знаю, и мегамодерн, и метамодерн, и мемамодерн. Там у них все что угодно начнется на уровне обывателей. Непонятно, по какому критерию мерить, вот о чем я пытаюсь сказать, непонятно, кто, куда, по количеству людей, которые верят в ту или иную парадигму, когда сменилась эта парадигма, непонятно. И почему она сменилась внезапно, если большинство людей модернисты, или премодернисты, например. Именно это, Чужой, фильм Чужой, особенно последней серии, вот, Чужой Завет, допустим, да, то есть вот этот фильм. Почему, почему именно Чужой Завет? Потому что фильм Чужой Завет показывает, что наука, что идея естественного отбора, и идея генной инженерии, и идея прогресса может привести к созданию таких... Вопрос, вопрос, а Васил, как я понимаю, в Адама и Еву верят или в эволюцию, но он как-то и в то и в другое верит, получается. Ну, вот так. Вот страшных чудовищ. То есть изначально люди создали роботов, человекоподобных, для того, чтобы эти роботы облегчали людям жизнь. Но в итоге один из этих роботов на далекой планете не только убивает, как бы, прародителей, предков людей, да, сбрасывая на них со звездолета биологическое оружие страшное, да, то есть что символизирует, опять-таки, уничтожение даже премодерна, да, даже веры в некий золотой век. Но и потом он, соответственно, занимается страшными генетическими экспериментами и выводит расу вот страшных таких космических чудовищ с кислотой вместо крови. Которые превосходят людей по целому ряду физических параметров и на людей могут успешно охотиться. И более того, своих вот личинок они откладывают в тело людей, и из людей потом эти личинки вылупляются. То есть это настоящий форменный ужас. Форменный ужас, но который порождает вот наша наука. Не, самый ужас, это если бы Ежесармат так вылуплялся из людей внезапно, такой маленький. Изо рта у него хандуша вместо языка. Вот это было бы страшновато, я думаю. А так вполне прилично. То есть мы, создавая этих роботов, создавая генную инженерию, мы таким образом как бы сами плодим своих могильщиков. Как писал Карл Маркс, каждая общественная формация, каждая система, она сама создает предпосылки к тому, чтобы уничтожить себя. То есть она сама плодит свои... Так, Маркс, он это модернист или постмодернист уже? Просто, да, 1914-го он не дожил, как бы. Мне интересно, он модернист или постмодернист? Почему? Потому что вот количество созданного рано или поздно переходит в качество, и количественные изменения переходят в качественные изменения. Вот, так что у нас, собственно, сейчас постмодерн, и я не совсем понимаю, о каком метамодерне может идти речь. То есть меня периодически в чате спрашивают, что такое метамодерн. Ну тут опять же, понимаете, в чем проблема? Когда люди пытаются доказать, что постмодерн есть, или модерн есть, или премодерн есть. Они всякий раз пытаются доказать это с абсолютно разных сторон. Мы уже видели трех доказателей потрясающих. И все подходили с разных сторон. Для Дугина было очень важно отношение к Богу, субъекту и объекту. Но это на самом деле очень философский подход у Дугина, в данном случае очень философский. Потому что, да, ближе к 20 веку мы встречаемся с мыслителями, которые так или иначе отрицают субъект, объектную... Ну, деление на субъект и объект, да. Есть такое, есть такое, действительно. Ну, а разделение премодерна и модерна, на мой взгляд, исходя из этого деления Дугина, ну, на мой взгляд, все еще непонятно, потому что почти все модернисты вот как раз вот до конца, до конца, до конца 19 века продолжают верить в Бога по большей части. Большая часть мыслителей, они верующие. Ну, или неверующие, в том смысле, в каком это обычно используются, ну, теисты, как минимум. Либо пантеисты, либо просттеисты, либо деисты. Ну, короче, что-то такое. В Бога они все еще веруют в тех или иных, в тем или ином виде, и Бог у них чаще всего один. Да, Бог чаще всего у них один, единственный. Философский Бог, но очень похожий на христианского отчасти. Так что тут тоже все довольно неоднозначно. Ретарха делала акцент на именно такой культурологической единице, как, видимо, повторяемость, цитируемость, рецитируемость. Мол, постмодерн, в отличие от модерна, он цитирует в себя все, вбирает таким или иным образом. Это зона постоянных цитат, это зона постоянных отсылок, получается. В этом тоже есть определенный, знаете, такой вкус, резон. Но на самом-то деле, на самом деле и модернисты, ну, то есть эпоха модерна, она была переполнена цитатами. И какой-нибудь роман Сервантес про Дон Кихода, оказывается, тоже переполнен цитатами, отсылками. Он абсолютно не пустой. А если мы возьмем премодернистическое такое вот произведение искусства по типу Данте Алигери «Божественная комедия», то оно просто состоит из ссылок. Это просто куча ссылок в стихах, распределенных по кругам ада. У вас куча ссылок-ссылок на разных персонажей. Вот он первый постмодернист, может быть? Нет, нет, так не работает, к сожалению. Непонятный критерий. Ежи Сармат предлагает нам еще один непонятный критерий от позитивного отношения к прогрессу науки и техники. Непонятно. Позитивный или отрицательный? Отрицательный, если у нас постмодернизм наступает. В общем, мы перестаем верить. Перестаем верить. Да, некоторые перестали верить, действительно. А некоторые не верили до этого. Хуевый критерий, поздравляю. У нас перед нами было три разных видео о различии модернизма, постмодернизма и премодернизма. При этом все три видео, все три видео постулировали разные атрибуты премодернизма, постмодернизма и модернизма. Разные атрибуты постулировали, просто постулировали. Вот они говорят, вот главный атрибут, вот главный атрибут, вот главный атрибут. Знаете почему? Потому что по большей части все эти атрибуты полная херня, которая встречается в разные эпохи. Вот все. У нас здесь нет договоренности. Люди говорят то, что хотят, думают, о чем хотят, не знаю, вербализуют под этими модернизмами, постмодернизмами, премодернизмами то, что им удобно. Вот все. Здесь опровергатели доказывать просто нечего, потому что нет единого определения или даже единого сгустка определений, который так или иначе был бы привязан к чему-то конкретному. Это даже не стройная концепция. Постмодернизм сам по себе, постмодерн, он не является стройной концепцией. Мы не понимаем четко его атрибуты. Мы не видим его атрибутивных свойств. Они настолько перемешаны, они настолько неоднозначны оказываются, что мы не можем его очевидно выделить. Один автор выделяет по-своему, другой по-другому, третий еще каким-то образом. Охеренно! Супер! Классно! Верю! Хочется всей душой поверить в это, конечно. Метамодерн, как вы к этому относитесь. Я не знаю, что такое метамодерн. Я считаю, что у нас постмодерн сейчас, конечно, продолжается. Что будет дальше, непонятно. Потому что, ну, с одной стороны, Илья Николаевич предпринимает определенные попытки преображения постмодерна, но Илья Николаевич, он вряд ли способен предложить какую-то новую культурную парадигму. Он, скорее, просто апеллирует к миру православной традиции. То есть, он пытается замкнуть вот этот круг, сделать некий ураборос. Ну, Илья Николаевич, он довольно смешанный персонаж здесь. Опять же, опять же. Чисто по его стихам можно сделать вид, что Илья Николаевич, храбров, скорее, такой своеобразный премодер... Нет, ну, он постмодернист, конечно, по стилю. По стилистике он постмодернист, но по мировоззрению он премодернист. Воля! И таким образом он хочет, чтобы постмодерн сменился премодерном, да, то есть, миром православной традиции. Я же считаю, что некая новая культурная парадигма, она все-таки должна иметь в корне иные основания, и она должна изменить... Ну, в рамках этой новой культурной парадигмы должно быть фундаментально изменено отношение к таким феноменам, как жизнь, счастье, и такие идеи, как смысл, как некая конечная цель развития того или иного процесса. Вот эта идея, она должна вообще исчезнуть. Почему? Потому что для человека премодерна и для человека... Кстати, друзья, я вам честно скажу, что я являюсь создателем своей культурной парадигмы, по сути, тогда. У меня свой культурный пласт произведений, которые, в принципе, проповедуют сомнения и понимания как основные свои атрибуты. То есть, тотальное сомнение во всем и тотальное понимание, соответственно, этого нет ни в постмодерне, этого нет ни в модерне, ни в премодерне. Совершенно новая культурная парадигма. И вот тогда настало время новой культурной парадигмы, друзья, да, как думаете? Даже если ее никто не будет придерживаться в этом мире, пусть она, пусть она, типа, существует. Давайте все будем радоваться, что Шадов создал свою культурную парадигму. Вот же молодец, Шадов, да? Тоже так думаете? Нет, почему нет? Почему вы так не думаете, друзья? Culture Voucher пишет. Если узко, постмодернизм как отсутствие доверия к так называемым глобальным нарративам. Да, есть такая концепция, это леотар, по сути. Вот это типа леотар. И это еще один, получается, еще один атрибут, понимаете? Еще один атрибут. У всех разные, у всех разные атрибуты. Очень весело. Ну давайте рассмотрим леотаровскую концепцию. Постмодернизм как отсутствие доверия к глобальным нарративам. Существуют ли сейчас глобальные нарративы? Наука, религии раздельные процветают как никогда, философские нарративы тоже существуют. Появилось большее количество образованных людей, больше людей умеют читать, больше людей умеют писать. Соответственно, у нас имеется большее количество представителей различных взглядов, в том числе доверяющих глобальным нарративам типа религии, типа науки. Не все так однозначно, с леотаром тоже. Короче. Кстати, я не вижу вашего сообщения нигде. Ну да ладно. Модерна, смысл это ключевая такая категория. То есть человек при модерна, он знал зачем он живет, он знал смысл. Он видел свой смысл в слиянии с неким личностно или безличностно понимаемым божественным абсолютом для слияния с традицией, для следования этой традиции. Человек модерна тоже знал зачем. Да, у него был другой ответ на вопрос зачем, но этот ответ у него все равно был. Он считал, что идея прогресса, она является самоценной, и поэтому мы живем для того, чтобы... Далеко не все представители эпохи модерна, если мы можем ее выделить, так считали. Завтрашний день был лучше, чем день вчерашний. А вот для человека постмодерна или для человека... Ницше это называл европейским нигилизмом, да, то есть Ницше в первой книге «Волик власти» и «Волик...» Максим, понимаете в чем дело? Они не сходятся, они не сходятся во временных рамках определения эпох, в этом проблема. В этом проблема они не сходятся, зависит от определения, от атрибута в данном случае. Кто какой атрибут выбирает, тому приходится указывать те или иные временные рамки. Вот все. «Волик мощи» он предвосхитил появление парадигмы постмодерна за 14 лет, собственно, до появления постмодерна как такового. То есть он, в принципе, это все уже тогда предчувствовал. Сейчас секундочку, донат от звучит. Ежи, по вашему мнению, когда будет пост-постмодерн, после какого события? Церебральный сортинг. Атомная война? Хороший вопрос. Понимаешь, в чем дело? Если пройдет масштабная атомная война, которая уничтожит всю цивилизацию? Что, серьезно? Серьезно думаете? Давайте прогуглим. Постмодерн. Постмодерн. Поехали. Постмодерн, постмодерн. Понятие было введено в научный оборот в середине 1950-х годов. Ранее Тоймби в 1939-м связал постмодерн с периодом после Первой мировой войны. А затем в 1946-м отнес его возникновение к 1870-м годам. Используя альтернативный термин постмодерн ордер, впоследствии понятия постмодерн стали использовать исследователи. То есть тут уже неоднозначно, даже уже в рамках одного Тоймби. О, не Тоймби. Да, Тоймби, 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 кстати, непосредственно. 1870-й год, например. Была и такая версия. Когда хотите, ребят, короче. Когда хотите, тогда ваш постмодерн будет. Одни авторы относили начало эпохи модерна в Европе к концу 17-го века, а другие, например, Тоймби к более раннему времени вплоть до 14-го века. Опять же, различие модерна и премодерна тоже не обозначено, как я понимаю. Не удивлен. Опять же, не удивлен. Ну да, ладно. То тогда скорее пройдет как бы замыкание. Да, это вот как есть такая концепция или там теория катастроф, которая говорит о том, что до нашей цивилизации на Земле были другие высокоразвитые цивилизации, но при этом они как бы погибли там либо от падения метеорита крупного, как динозавры, да, там постепенно погибали вследствие климатических изменений, вызванных падением метеорита. Либо это некая древняя гипотетическая цивилизация, она уничтожила себя вот в войне атомной, что-то такое, да. Но это теория катастроф. И если такая атомная война произойдет, и мы окажемся в постапокалипсисе, в постапокалиптическом мире. Не, ребят, ну короче, когда вы начнете на науку тупо забивать, тупо забивать на науку все радикально, я скажу, да, действительно, действительно, вроде бы настала эпоха постмодерна. Когда вы все отправитесь вместо того, чтобы лечиться у обычных врачей, каким-нибудь традиционным врачам, я такой скажу, ну да, интересно, по приколу, тупо по приколу отправляетесь лечить к традиционным врачам, я такой, ну да. Да, видимо, эпоха постмодерна все-таки, ну, наконец-то наступилась. А то сколько можно? Сколько, блядь, можно, ребят? Вы говорите, что вы постмодернисты, а сидите на большом елдаке науки постоянно. И с него вещаете. Вот когда перестанете вещать, да, эпоха постмодерна станет, я думаю. Авторами видосов. Тут понимаете, в чем проблема? Тут три радикально разных критерия было освещено в данном случае, в разных видосах. Просто три радикально разных критерия, к сожалению. Это значит, что критерии пытаются подгонять постоянно. То есть, это получается, что с предыдущими трактовками было, скорее всего, что-то не так. И надо как-то переподогнать все, чтобы, ну, основные слова, концепции оставались все теми же. Там, постмодерн, премодерн и прочая другая херня. Все основные термины оставались теми же. Но при этом подгонка этих терминов происходит уже вторым числом. Для того, чтобы, ну, это, блядь, хоть хотя бы в общих чертах соответствовало хоть какой-то действительности. И значит, получается построение очередных воздушных замков, которые вообще ни на чем не строятся. Просто вот в воздухе летают такие облачные, облачные, прекрасные замки постмодерна, премодерна. Как их опознать? Непонятно. То это скорее будет возврат к премодерну. Опять же, друзья, напоминаю, напоминаю, что Туэнби, будучи культурологом, никогда на улицу не выходил. Короче, ну, это человек, который не проводил исследования, во-первых. Это человек, который вряд ли опрашивал большое количество людей вокруг себя. Это обычный мужик, который разбирался в истории, очень хорошо разбирался в истории. У которого было очень странное отношение к этой самой истории. И он попытался очень странным образом, довольно странным для себя, все это выразить. Опять же, опять же, опять же. У Туэнби отличные книги, посвященные культурологии, конечно же. Это один из тех людей, которые заложили эту дисциплину. Вообще, в принципе, с ней так или иначе проработали, но очень глубоко. Его культурологическая концепция, ну, хороша. Хороша, безусловно, хороша. Но это не значит, что она истинна, и что в ней нельзя сомневаться, и что это единственная возможная писательная концепция того, что происходит сейчас в мире. И то, что ее постоянно приходится подгонять, используя все те же самые слова, подтверждает это просто, ну, потому что, видимо, ну, не могут даже культурологи в современности, когда они начинают исследовать этот вопрос серьезно, они не могут каким-то образом базироваться на убеждениях Туэнби, потому что он настолько колоссально устарел, что его атрибуты постмодерна просто не работают. Все культурные и технические аспекты нашей жизни, они откатятся на много столетий назад. Человечество деградирует в культурном и техническом отношении, и научном отношении, да, и поэтому, в общем, ну, возникнет снова премодерн. И, кстати, некоторые религии, в частности, вот некоторые мусульманские богословы, они таким образом интерпретируют, например, наличие обезьян на планете Земля, да, то есть с точки зрения теории Дарвина считается, что мы от обезьян произошли. А вот, например, некоторые мусульманские богословы, они наоборот считают, что... Владимир пишет, кто не верит в Бога или прогресс, тот постмодернист. Охуенные критерии. А что тогда мы скажем про Продика? Продика, средневекового умыслителя, Продика, который был атеистом. Не верил в прогресс, софист-атеист такой своеобразный. Он кто? Он постмодернист, он премодернист, он не верил в Бога, он не верил в прогресс. Кто он такой? Человек вне парадигмы. Абсолютно уникальное существо, получается. Ярик пишет, кто им не написал книжку и пошел отдыхать, а некоторые люди к этому серьезно относятся. Ну, тут такое, понимаете, скорее всего, Тойбе реально не проводил никаких социальных опросов, не узнавал позиции людей окружающих, и не только его, вообще, но интеллектуальной среды даже. Ну, я предполагаю, он просто сделал определенные положения, даже предположения. Я думаю, он сделал определенные предположения, из которых, ну, в итоге исходит Ежи Сармат в 21 веке. Кстати, трактовка Ежи Сармата больше похожа на трактовку Тойбе, чем все остальное, что мы слышали до этого. Тойбе – это сильно деградировавшие люди. То есть, опять-таки, некогда была какая-то могущественная развитая цивилизация людей, но эта цивилизация по каким-то, по тем или иным причинам погибла в результате какой-то масштабной катастрофы. И в итоге вот эти вот люди, оставшиеся после гибели этой цивилизации, они постепенно деградировали и превратились в обезьян. То есть, они забыли письменность, забыли культуру, и в итоге вот обросли шерстью и ушли жить в леса. То есть, вот такая деградация некая произошла. Поэтому нет, атомная война, она нас ни к чему новому не приведет. И я, собственно, продолжу свое рассуждение. То есть, появление парадигмы постмодерна – это прежде всего обусловлено утратой смысла. То есть, исчез ответ на вопрос «Зачем? Зачем ты живешь?» Ну, много ответов есть. Всегда было, всегда будет, и даже сейчас есть много. Если нет бога, который был характерен для парадигмы… Похуй. Это тупо Достоевский вопрос, всем на него насрать. У большинства людей есть ответ на вопрос «Есть смысл или нет смысла?» Вики. Три критерия искусства постмодерна. Отрицание познания мира, невозможность создания принципиально нового, еще что там есть. Утеря устойчивых координат. Объект-субъект Дугина. Мне кажется, на удивление, хорошо соотносится с тремя видео, и все применяют… И все применяют одновременно. Да нет, нормально, 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 но просто это три разных критерия. Во-первых, мало соотносимы друг с другом. Далеко не всегда человек, который отрицает познаваемость мира, скептик какой-нибудь, например, не всегда он является постмодернистом, потому что чаще всего, даже если он в современности живет, он может вполне так себе допускать возможность создания чего-то принципиально нового. Почему нет? Почему нет? Есть огромное количество современных людей, которые думают, что можно создать что-то принципиально новое. Ну, я так думаю, на самом деле. Наоборот, надо доказывать эту концепцию догматическую, что создание чего-то нового принципиально невозможно, потому что новое всегда создавалось, создается и будет создаваться. Как ни странно. Утеря устойчивых координат, объект-субъект, оно бьется тоже довольно легко, потому что существуют люди, у которых эти устойчивые координаты есть. Все научное сообщество пользуется субъект-объектной дихотомией. Если вы говорите об обычных людях, ну, скорее всего, у них есть эта дихотомия, у них есть устойчивые координаты, чаще всего. У ученых, а ученые это самая большая группа интеллектуалов за всю историю человечества, у всех ученых, у культурологов, блядь, у, не знаю, у историков, у математиков, у мамологов, хирургов, биологов, и, не знаю, медиков, и, не знаю, гномиков, комиков. Мы не одобряем последнее, кстати, нет, слово, слово, гомосексуалистов мы одобряем, а слово не одобряем. У всех у них в методе прописано разделение на объект и субъект. Вы обязательно приходите и пишите, объект исследования, а субъект автоматически вы становитесь. Я субъект исследования, а вот объект исследования. Воля, получается, тотальное большинство людей имеет устойчивые координаты. И если выберем только интеллектуальное сообщество, тотальное большинство интеллектуалов как раз имеет устойчивые координаты в объекте-субъекте. О чем мы говорим, когда происходит рассуждение на тему смены культурных парадигм, в этом смысле становится совершенно непонятно. В смысле? То есть, серьезно? Серьезно, да? Устойчивые координаты потерялись? А почему большинство о них сохраняются? Так, невозможность создания принципиально нового. Здесь все, в принципе, тоже, ну, такое себе. Многие верят в эту возможность. Вернемся к первому критерию. Отрицание познаваемости мира. Отрицание познаваемости мира. Отрицание познаваемости мира. Ну, кто отрицает познаваемость мира? Давайте, опять же, по тому же самому критерию. Обыкновенные люди верят в то, что наука может познать мир. Да, их в школе учили, что наука может познать мир, наука реальности следует. Может быть, не может она весь мир сразу познать, абсолютно. Но какие-то его аспекты достоверно наука изучить может. Так думает обыватель. Приблизительно так же думает большинство ученых. Как ни странно, они думают, что мир принципиально познаваем. Хотя, может быть, не все его аспекты могут быть познаваемы. Какие-нибудь самые дальние аспекты этого мира, может быть, они никогда не будут нам известны. Но, но, как говорит товарищ Бояршинов, Бояршинов, как говорит товарищ Бояршинов, например, А что в здании науки, Александр, кажется вам сомнительным? Разве там есть в чем сомневаться? Все, что там существует сейчас, все, что в базисе научного знания находится, все это говорит товарищ Бояршинов. Он по-любому не постмодернист, да? Хотя он советский, получается, да, советский физик, но он не один такой в целом. Говорит, все, что находится в фундаменте здания этой самой науки, оно достоверно. Оно достоверно, с этим невозможно спорить. Вот оно так, как оно есть. То же самое говорит даже не советский физик и не физик, не знаю, такой Фреймон, Фреймон или как-то вот чувака зовут. Лоренс Краус какой-нибудь. Докинс. Докинс верит в эволюцию без каких-либо особых сомнений. Он не просто верит в нее. Докинс говорит, что эволюция это не то, во что должно верить. Это не то, во что должно верить. Это просто факт. Это факт. Факт, что живые существа развивались на протяжении миллиардов лет. Мы, конечно, не видели, что они развивались на протяжении миллиардов лет, но это факт. Это факт. Это не просто, блядь, истина, теория какая-то. Это просто факт. Это, блядь, ты должен взять и смириться. Тебя возьмут за голову вот так вот. И как в лоток с говном будут в эту эволюцию тыкать, пока ты не согласишься. Не знаю, где постмодернизм здесь, честно. Не знаю, где здесь постмодернизм. Вот честно. Довольно трудно себе представляю, где здесь постмодернизм. И почему мы должны говорить о целой культурной парадигме? Большая-большая культурная парадигма, такая гигантская, невероятно классная. Но почему-то никто ее не придерживается. И все ее не любят еще, плюс ко всему. Круто. И если нету веры в прогресс, которая была характерна для парадигмы... Есть. ...модерн, то встает вопрос, зачем ты живешь? Для чего все это? Попить водички там, поесть, не знаю, еды вкусные там, водочки выпить, пивка. У людей разные объяснения, ради чего они могут жить там, не знаю. Телочек, траха там. Что-нибудь такое. Заниматься философией, писать книжки клевые, не знаю. Наслаждаться своими творческими способностями, создавать что-то новое при этом. Почему бы и нет Это не смысл, а цель А в чем разница между смыслом и целью в данном случае? И ответа на этот вопрос нет Потому что ты умрешь И на твоей могиле лопух вырастет Получается проблема смерти Которая стоит в основе Многих осуждений философов-экзистенциалистов Смысл имеет конец, а цель нет По-моему наоборот Эта проблематика, она нерешаема То есть у нас, как писал Сартер У каждого в душе дыра размером с бога Но при этом эту дыру нечем заполнить Потому что Я не знаю Это огромный елдак просто Огромный елдак любви Так, что там за мелодия Убер-маргинал, кукла-колдуна Опять Ты тысячи кукол-колдуна Да, просто Каждый день мы слушаем куклу-колдуна Ну ладно, спасибо Самого бога нету Этот бог, он остался В парадигме премодерн И этот бог, он умирает Так, давайте посмотрим Как умирает бог Немножко зафиксируем Смерть бога Хри- Христианство миллиардов мусульман как же так как уже больше половины населения чего осмотрите в мире 1 и 1 и 1 получается миллиард миллиард индуистов большинство из которых теисты что-то тут не то что тут это ну допустим буддисты буддисты не особо верят в бога религии народа в китае вычистим иудаизм тоже верит в бога 14 миллионов тут много на самом деле людей которые верят так или иначе в бога в богов или во что-то там еще пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам добро пожаловать в мир постмодерна бога больше нет но почему-то миллиарды человек не уверен владимир пишет надо считать true христиан в данном вопросе нет в данном вопросе не нужно считать true христиан потому что вопрос заключается в том если некое могущественное существо которое гарантирует вам бессмертие после смерти непосредственно гарантирует бессмертие вашей душе здесь уже не важно допускаете ли вы ошибки в трактовке христианство или не христианство понимаете в чем дело и мать в чем дело то есть все христиане так или иначе верят в бога и верят в то что после смерти они попадут в рай ну или хотя бы там но не исчезнут чтобы опровергнуть концепцию ежи достаточно этих двух пунктов ровно этих двух пунктов на большее мы не претендуем вот так вот так вот это сейчас сработало существует так не туда нажал но сложно отрицать что есть не постмодерн а постмодернисты ну постмодернисты как отдельное такое вот течение философии это многие постмодернисты отрицают на себя это клеймо но некоторые да некоторые считают считают себя постмодернистами особенно современные деятели до некоторые писатели считают себя постмодернистами да 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 конечно конечно только этих постмодернистов вот столько вот 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 столько вот 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 столько вот всех остальных а вот столько вот постмодернистов их мало в процентном соотношении Калчер пишет Я всегда считал, что параллельно существуют те, кто живет в постмодерне, модерне, премодерне И те, кто вообще неграмотен Тут понимаете, в чем проблема? Здесь речь идет о культурных парадигмах То есть, смотрите, получается так Была парадигма премодерна Большинство подавляющих, видимо, людей Как минимум интеллектуальных людей, которые к культуре имели отношение Были премодернистами В таком смысле У них была единая культурная парадигма Потом наступила культура модерна И культура премодерна из этого должна была как-то исчезнуть То есть, изолироваться Я этой изоляции не вижу Третий пункт 1914 год Война, ой, как плохо стало Ой, как плохо стало Как ужасно стало после этого И все, отказываемся непосредственно от технологий, видимо Не знаю, все Технологии не ведут нас к прогрессу Давайте-ка остановим поиск технологий, наконец-то И все, видимо, интеллектуалы об этом мечтают Но как минимум тотальное большинство До этого мы тоже не наблюдаем Как ни странно То есть, здесь все довольно странно И здесь все неоднозначно просто Продолжаем И... Уже при модерне, да Уж в постмодерне, тем более, никого бога нет Все дозволено И вообще тут у нас Вместо бога у нас Марат Гельман Там, я не знаю И все И феминисты Шадов, у тебя было видео Потому что из себя представляют Препост и модерн непосредственно Ну, я комментировал подобные видосы И видео о ретархе Оно вот недавно было выложено По поводу постмодерна Да, было такое И недавно мы разбирали материалы с Дугином Позавчера вроде Позавчера как раз Там можете посмотреть Что Дугин об этом говорит Я, в принципе, здесь только критикую Я не предлагаю чего-то Я предлагаю отказаться, получается, от данного деления И то Писки третьей волны какие-нибудь, да Которые вот говорят, что так надо Потому что мы так придумали То есть нету ответа на вопрос, зачем Это чудовищно, да Это страшно Это вот как в произведении Тошнота Сартра То есть такая некая липкая Обволакивающая бессмысленность бытия Которая гнетет современного человека И вот в этом, собственно, весь постмодерн Он и состоит И вот это понимание постмодерна Оно приходит, прежде всего, к участнику Первой мировой войны Который, сидя в окопе, видит Трупы своих собратьев Разорванные шрапнелью лица и тела Людей, которые Выблевывают куски своих легких После распыления Перцового газа И он думает Господи, к чему же К чему же все это привело Спек пишет Сейчас в маршрутке проезжал Мимо храма христианского Две особи Истово перекрещивались Не выходя с маршрутки Прямо и че Ну вот он премодерн Плохо, да Вся наша наука Вся наша промышленность Как такое вообще возможно Вот Поэтому преодоление Преодоление постмодерна Оно возможно Только в том случае Если мы поменяем На таком фундаментальном На парадигмальном уровне Мы поменяем предпосылки нашей культуры И мы избавимся от такого Вот такой категории Как смысл Мы Сочтем Сам вопрос Зачем Для чего Бессмысленным Да Но кстати Ребят Если вы хотите перейти На новый этап Культурного развития Вам реально следует Тогда к Александру Шадову Обращаться Потому что у меня Проблема смысла Но она не имеет Никого значения У меня она изъята Давно из размышлений Кстати проблема истины Во многом тоже Я использую философию Для решения Совершенно других вопросов Которые не столько Связаны с познанием Сколько больше Там не знаю Связаны с осмыслением Того как люди познают Мыслят Думают Что-то делают То есть И мое творчество В целом Мое творчество В целом В данном случае Является Своеобразный Своеобразным Культурным пластом Поэтому Кстати во многом Так много И мы откажемся От смерти Как от гипотезы Да То есть мы будем Исходить из того Что жизнь Это Только то что существует Здесь и сейчас И Ну это буддизм Ну не буддизм Получится такая странная тема Ну ладно И реально существует Только то что Является частью Нашего эмпирического опыта И соответственно А вот почему Этот критерий На мой взгляд Культура может быть Вообще другая Какая угодно Смерти ее нету Потому что мы не можем Ее переживать Как часть нашего Эмпирического опыта Максим пишет Я же как-то знатно С постмодерном И группой Дурс Обосрался в споре С Хованским Ну нормально То есть не какого-то Промежуточного состояния Вроде сна без снов Или комы А смерти В конечном итоге Да То есть как Некого окончательного Исчезновения Вот это окончательное Исчезновение Оно не может быть Частью нашего Эмпирического опыта И таким образом Мы из вот этого Уравнения философского Мы смерть убираем Убираем такое понятие И мы Ну все Я же преодолел постмодерн Поздравляю На самом деле нету Какие-то сомнительные вещи Тоже предлагает В принципе изъять Почему он обязует нас Изъять что-то Из нашего мировоззрения По какому праву Кто Представляем только Жизнь Как нечто Некое вечное настоящее Как что-то Что мы переживаем В настоящий момент И таким образом У нас исчезнет Потребность В смысле Жизни Исчезнет Исчезнет потребность В ответе на вопрос Зачем Для чего Потому что у нас Ну у меня давно Исчезнут Сами эти вопросы Потому что мы Перестанем рассматривать Жизнь Как нечто конечное И начнем рассматривать Жизнь Как нечто Как некое Вечное настоящее Как то что происходит Здесь и сейчас И непосредственно Переживается нами А не является Каким-то Отвлеченным Значит Ну здесь вот В конце Уже пошла Такая лирика Какая-то Он какие-то Свои измышления Выдает За общие правила По которым Мы сможем преодолеть Постмодерн Я думаю Не может быть В данном случае Общих правил Если постмодерн Какой-то И существует Его преодолеть Можно Разными способами Посредованным Понятием И вот Когда Вот это Понимание Вот это Философская Парадигма Она Начнет Превалировать Над определенной Частью человечества Над людьми Творческими Над людьми Которые Созидают Формируют Содержательную Часть культурных Феноменов То таким образом Постмодерн Будет Преодолен И Значит Ну я на самом деле Опять же думаю Что Ежа Сармат Просто не учитывает Колоссальное количество Людей Творческих Которые пишут Всякую научную фантастику И прочую литературу Которую считают Низкосортную Но которая на самом деле Радикально влияет На умы людей Ежа Сармат Я полагаю В принципе Не учитывает Не только литературу Но и например Комиксы какие-нибудь Какие-нибудь комиксы Не учитывает Комиксы Наверное Даже не особо знаком С этим явлением Не понимает Как оно работает И в комиксах Мы часто встречаемся Так или иначе Так или иначе С прославлением Прогресса Какие-нибудь персонажи В духе Давайте просто рассмотрим Комиксовых персонажей Внезапно Внезапно У меня комиксы Здесь появляются На стриме Комиксы Называется The End Марвеловский комикс Люди Икс Люди Икс Люди Икс Люди Икс Которые возникли В процессе эволюции Напоминаю Ихс-ген у них появился Они все такие крутые Все такие классные Вот такие мутанты У них суперспособности Там всякие есть Это все благодаря науке То есть это Это научный эпос Вот это Это все научный эпос Эти комиксы Мэрвеловские Там DC Это научный эпос Это сказки о том Какие ученые крутые Или вот например Фантастическая четверка Главный герой Мистер Фантастик Напоминаю Это один из самых Классных Мировых Крутых ученых Который с помощью Своего интеллекта И с помощью науки Решает практически Все проблемы Которые только Можно себе представить Вот что считают Многие люди Вот творчество Которое воспринимают Большинство людей Таких вот обывателей Гиков всяких И всего такого Но просто вот Просто забавно Просто реально же забавно Опять же люди Ихс Тут всякие Там не знаю Мутанты потрясающие Хорошо Геннадий Флотсон Спасибо за донат Главное не забыть Доктор Дум Тоже злодей Который решает Все с помощью науки То есть понимаете Наука дает людям силу Наука дает людям силу И это делает их Круче Типа Не знаю Ну то есть Опять же Опять же В народе В народе В народе В народе Наук считается Чем-то почтенным И даже Танос Даже Танос Даже Танос Вот Танос Потрясающий Танос Решает свои проблемы Так или иначе С помощью Науки Ну то есть Технических всяких средств С помощью своего интеллекта Я просто серьезно не понимаю Максим пишет Дум Маг Ну Дум смешанный персонаж Он и маг Одновременно И Ученый И все 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 вместе сразу Он может пользоваться Мистическими силами И не только Ну Доктор Стрэндж Не ученый Кстати Доктор Стрэндж Скорее больше маг Чем ученые А вот Дум Вот Дум Он смешивает себе И науку И магию Он такой своеобразный Алхимик На самом деле Марвел Стрэндж Марвел Стрэндж Просто О чем я хочу сказать О чем я хочу сказать Значительная часть Комиксов Марвел Значительная часть Комиксов Марвел И DC И вообще любых комиксов Так или иначе Прославляют Научную парадигму Парадигму Модерна И Таких творцов Которых прославляют Науку И научную фантазию И фантастику И так далее И так далее И так далее Это Их большинство Короче Их большинство Вот все Их просто тупо большинство Что с этим делать О какой культуре Постмодерна Идет речь Когда большинство Представителей культуры Вообще Постмодернистами Даже близко не являются Наступит пост Постмодерн Да То есть Некая новая Культура Некая новая искусство Совершенно Ну кстати XY Знаете Вот вы пишите Собственно Поп-культура Из науки И делать магию Я думаю Не в этом Соль Вы уже видели С чего началась Наша Беседа с Ежи Наверное Ежи Сармат И не только Ежи Сармат То есть Люди Вообще В принципе Человечество Объединили Науку Науку И практику Наука Равно практика Что кстати Довольно Забавно 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 Почему Почему довольно Забавно Потому что Наука Не равно Практике Наука И практика Разные Методы Отношения К миру В существе Своей Наука Пытается Познавать Что-то С помощью Эмпирических И математических Методов А практика Пытается Добиться Каких-то Практических Результатов С помощью Метода По преимуществу Проб и ошибок Как ни странно О Небольшое Продолжение Науки Логики Беспредела Кайф Сейчас тогда Посмотрю Что там у нас Будет Впереди Нет Серьезно Довольно Интересно И довольно Все неоднозначно Я не говорю Что я только что Всех разнес Разъебало Проверки Я просто говорю Что все Крайне Неоднозначно Все крайне Неоднозначно Зеленый Авангард Ну вот Кстати Работы Непосредственно Как ее зовут Баскова И вот Это наверное Похоже На постмодерн Своеобразный Очень похоже На своеобразный Постмодерн О блять Опять Хозяин леса Просто блять Каждый день По три раза Я буду слушать Маргинал Который является Хозяином леса Поехали дальше На такое Колоссальное Ни на что Не похожее Ну за исключением Наверное Как бы Такой постпостмодерн Такой вариант Развития событий Можно сравнить Только с некой Такой языческой Эстетикой И с Чем-то Опять-таки Из времен Ренессанса Да Но это уже Не вера в то Что завтра Будет лучше Чем вчера А это вера в то Что мы живем В неком Вечном настоящем То есть нету Вчера И нету завтра Есть только здесь И сейчас Потому что Только здесь И сейчас На самом деле Является реальностью Все остальное Нереально Вчера Это нереально Вчера существует Только потому Что мы сейчас Можем вспомнить Что было вчера То есть Это вчера Оно может существовать Только как Без комментариев Просто нахуй Просто нахуй И соответственно Завтра Оно тоже нереально Потому что Завтра не является Частью нашего Эмпирического опыта Здесь и сейчас Существует только Некое вечное Настоящее Которое мы Вот конкретно Сейчас переживаем Вот сейчас Конкретно Непосредственно В данный момент И все остальное Что мы можем Себе помыслить Оно Изи Вот этого Понимания Сейчас мы Прервемся На небольшую Музыкальную паузу Так Я снова с вами Дамы и господа У меня был ролик Который называется Про великую готовость Ну это опять-таки Отсылка к Дугину Понятно Так вот Я там тоже рассуждал Про вот это вот Изменение Мировосприятия Которое может Произойти с людьми В будущем Но с другой стороны Можно сказать Что это Возвращение В животное состояние Потому что Животные Они тоже Особо Не знают Ни прошлого Ни будущего А живут В неком таком Вечном настоящем Так что Может быть Для того Чтобы преодолеть Постмодерн Нам придется Вернуться В некое подобие Такого Животного состояния Или Превратиться В язычников Причем Не в тех язычников Которые Вот Живут уже После Золотого века Да И тоскуют о нем Тоскуют о неком Золотом веке А мы превратимся В язычников Или в людей Которые живут В самом Этом золотом веке То есть У них нету Прошлого Настоящего И будущего У них нету Неба и земли Они живут В неком таком Ну практически Утопическом мире Да Сейчас смотрю Да 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 Осьминог Все Положительно Отвечаю на ваш вопрос Где есть конечно Свои боги И смертные люди Но все равно Все Все замечательно Все хорошо И вокруг Блять Давайте одну и ту же Муску За которой нас могут Забанить Повторять Десять тысяч раз Вечное настоящее Ежи 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 Сармат Молодец Молодец Ежи Ну в принципе В принципе Лекционно Материал хороший Материал хороший Но Ввиду того Что мне заказали Это для того Чтобы ну Так или иначе Покритиковать Мое сомнение В смене Культурных парадигм В смене Культурных парадигм Я конечно же Это покритиковал Друзья Покритиковал Как мог В данном случае Мне кажется Получилось Довольно таки Увесисто